Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой муж сегодня устроил, мы с мамой пригласили его на дачу. Вот такой он нам устроил, что потерял день работы своей, у него день стоит 3000. Мама попросила помочь траву погрызти, поджечь её, замок попросила помочь поправить. Вы бы видели, что он нам устроил с пеной у рта, нас материл, обозвал, проклял. Вообще мне так неудобно перед мамой, сейчас лежу, валидол выпил, а сердце жмёт. Мне 33 года, мужу 36, детей нет, прожили мы с ним 12 лет. И всё из-за того, что не по его было. Он думал, что сегодня приедет узбек, нам там нужно дом обшивать, но удивляйте там свои дела, а он не смог сегодня приехать. Ему стало орательно, из-за чего я сказал, затянули меня. Говорит, что потерял деньги за нас, всячески оскорблял нас с мамой, унижал и проклинал. Ещё у нас куплены билеты на море на 15 сентября. Я думаю, стоит сдать билеты, мама говорит, да съездить с ним и всё на этом. Как думаете? Но мама почему-то говорит, что надо съездить на юг всё равно. Почему? После такого замужества уже страх с новым знакомиться вдруг такой же. Вот вам не курит и не пьёт. Вообще, если ответить на ваши вопросы, то я не думаю, что принимать решение против, вот, своей воли, да, хорошая идея. На мой взгляд, лучшее, что вы можете сделать, это принять такое решение, которое бы устроило вас. Потому что всё-таки это ваш отдых, это всё-таки, это всё-таки ваша, ну, как бы жизнь. И я думаю, что только вам решать, как, в общем-то, проводить свой отдых. Поэтому любопытно здесь, конечно, то, что вы как будто бы на маму опираетесь в этом, ну, в этой ситуации, что ли, в этом случае, что ли, вот. Хотя на маму, на мой скромный взгляд, опираться вам не нужно. Это ваша жизнь, это ваш брак, это ваша история, и, в конце концов, это вы не поверите даже ваши деньги. Ведь, если я правильно, если я правильно понимаю, то, о чем идет речь, то, в случае, если вы сдадите билеты, то вы сможете вернуть деньги и, соответственно, как-то иначе, ну, вероятно, по-другому. Их попратить. И это совершенно логично, что вам хотелось бы это сделать. Интересно немножко другое. С точки зрения психологии, с точки зрения, вот, ну, с точки зрения психотерапии, интересно немножко другое. Интересно то, что описываемые вами события произошли как будто бы вдруг. То есть как будто бы вот ни с того ни с сего человек как с цепи сорвался. Ну, я думаю, что вы понимаете, что так не бывает. То, что произошло является следствием ваших решений, поступков, отношений, в конце концов, к вашему мужу и его к вам. То, что вы описываете, не выглядит как что-то из ряда вон выходящее, несмотря на то, что вы явно сильно переживаете. И поэтому я хочу вас спросить, насколько насколько хорошие ваши отношения насколько вас они устраивают. В целом ведь вы прожили, как-никак двенадцать лет судя по тому, что вы говорите. Двенадцать лет надо срок совсем не маленький и наверное наверно наверно вас что-то удерживало если угодно вместе вопрос только заключается в том что именно что именно удерживало вас вместе вот что мне бы хотелось понять что между вами общего сейчас как вы воспринимаете своего мужа быть может его реакция это результат какого-то внутреннего конфликта быть может ваша реакция это результат какого-то внутреннего уже вашего конфликта конфликта согласитесь такое вполне себе может быть поэтому я не думаю что нужно спешить я не думаю что ну что нужно торопиться с принятием решений мне кажется что необходимо как бы сложно вам это сейчас не казалось повременить с обвинениями они ни к чему не приводят но постараться поисследовать ваши отношения и быть может быть может гармонизировать их или по крайней мере помочь вам научиться опираться на себя на мой взгляд сейчас этого не происходит на мой взгляд сейчас вы опираетесь то на свою маму то на мужа то на обиды которые у вас есть на мужа опять же и поймите правильно чувствовать обиду нормально вопрос в том что вы с ней делаете вопрос в том как вы с этим обращались на мой взгляд с обидой вы обращаетесь деструктивно может быть это связано с вашей эмоциональностью может быть это связано с тем что вы не ожидали такого от мужа может быть это связано с чем-то еще в любом случае чувство вины перед мамой и обида на мужа не очень хорошие мотиваторы поэтому в первую очередь попробуйте услышать себя чего вы сейчас сами хотите чего вы хотите что вам нужно ответить какой у вас запрос к психологу потому что когда вы спрашиваете например нас о том как вы думаете или как думаете то есть по факту обращаетесь к нам за советом это совсем не лучшее решение относительно того как вы могли бы распорядиться своей жизнью своей жизнью это совсем не лучшая история относительно того как вы могли бы и что бы вы могли бы сделать со своей жизнью это очень важный момент потому что если вы будете обращаться за советами например то на мой взгляд ничего хорошего от слова совсем из этого не получится не знаю верите вы мне или нет нет ну понятно что верить вы мне само собой не должны но прислушитесь к себе что происходит с вами как вас задевает что для вас в конце концов означает та же самая поездка на море что она для вас значит а что для вас означает поступок мужа то что он делал то что он делал а что для вас означает слова мамы которая тоже судя по всему не вызывает у вас чувство солидарности вы говорите что детей у вас нет но на фотографии на фотографии которую вы ну приложили отчетливо виден ребенок быть может это ребенок не утверждает от возможно возможно это ребенок от первого мужчины с которым вы были в отношениях или может быть даже не первого а просто мужчины с которым вы были в отношениях до мужа и так или иначе с ним вы расстали с ним вы так иначе разошлись приятно вам или нет но это правда с ним вы разошлись если у вас не сложились отношения с мужчиной с другим мужчиной которым вы были в отношениях я рискнул предположить я рискнул предположить что в наличии точнее в наличии определенным проблем определенные проблемы у вас в отношениях с тем как вы выстраиваете отношения и так далее и с этим нужно работать понимаете с этим необходимо работать потому что вы сейчас говорите что страшно знакомиться но простите выбирайте мужчину вы и очень важно понять что вы выбираете очень важно понять на что вы обращаете свое внимание при выборе мужчины чтобы не пил не курил и это главное например например а может быть есть что-то еще насколько это очень интересно реализованы вы ну вы сами насколько реализованы насколько вы сами чувствуете себя реализовавшиеся есть ли у вас вот это чувство ощущение если угодно что вы реализованы или этого чувства нет пробуйте ответить себе на этот вопрос это очень важно я бы сказал что это предельно важно конечно то как поступил ваш муж и его не красят это вне всякого сомнения но поверьте так же и что из-за того что я вам это говорю легче вам не стану не будет легче просто потому что не будет вам это помогать потому что это никогда не помогает понимаете да поэтому необходимо как мне видится в этой ситуации необходимо рассмотреть со всех сторон то как вы в ней находитесь то что вы в ней находитесь делаете в этой ситуации вот это очень важно на нас и если вы ну разрешите ну позволите себе это сделать это сделать на мой взгляд ситуация может улучшиться на мой взгляд ситуация может поменяться и вам даже будет необязательно для этого расставаться я имею ввиду со своим мужем вопрос только в том хотите ли вы собирать трат или нет это очень важный момент и я предлагаю вам об этом подумать чтобы принять максимально верное решение такое которое бы устроило вас к примеру такое которое устроило бы только вас не вашего мужа и не вашей мамы но вам вот если вы к этому готовы если вы готовы к тому чтобы начать себе условно говоря разбираться приглашаю вас на психотерапию приглашаю вас на индивидуальную работу и вы сможете для себя все поискледованию так или или иначе так вот пожалуй примерно такой ответ я мог бы вам предложить сейчас сейчас с точки с точки зрения психологии с точки зрения психотерапии с точки зрения своих ценностей вы большая молодец что заговорили об этом вы большая молодец что решили начать об этом говорить вы вы молодец правда но это только первый шаг следующим шагом станет выбор эксперта и начало индивидуальной работы чтобы хотя бы определиться с тем в каком направлении вы хотели бы двигаться вы хотели бы двигаться в направлении гармонизации отношений с вашим супругом или вы хотели бы двигаться в сторону разрыва отношений с ним согласитесь это очень важный нюанс ваши чувства которые у вас сейчас есть чувства злости обиды а также вины и стыда которые присутствуют можно скорректировать это решается что делать дальше вот все вопрос будете ли вы например ждать изменения своего мужа будете ли вы например ждать того что человек будет вести себя по-другому его не понимаете да это предельно важная история на которую вам необходимо обратить самое пристальное свое внимание на этом все я надеюсь что вам это было полезно надеюсь что вам это было интересно удачи вам обращайтесь обращайтесь